Давление газа Раз уж он давит так И отсюда самое главное для нас с вами Это закон Паскаля Давление газа Вспомним Ну такой опыт О котором вам говорили Показывали может быть в школе Шарик неполный Накачанный Поставили под колокол Откачали воздух Создали определенный вакуум И шарик раздулся Это доказательство того Что происходит давление газа То есть мы наблюдаем давление Почему шарик раздулся А снаружи перестал на него давить Воздух наружный А внутреннее давление Осталось прежним И шарик Раздулся от этого И раздулся по возможности Равномерно То есть давление во все стороны Мы будем наблюдать Очевидно Одинаковое Давление газа на стенке сосуда И на помещенное в газ тело Вызывается ударами Молекул газа Если вы помните Молекулы газа Двигаются Хаотично Во всех направлениях Мы с вами рассмотрели На предыдущем занятии Их там Огромное количество Миллиарды этих молекул И они ударяя стенки сосуда Создают давление Если снаружи Вот оно Давление меньше То естественно Шарик у нас Вот так вот Растянулся Далее От чего Очевидно Зависит Давление газа Как вы помните Мы с вами рассматривали От температуры А почему зависит От температуры А молекулы Начинают быстрее Бегать Получают дополнительную энергию Движение Становится Более таким активным Они получают энергию Кинетическую энергию Скорость увеличивается Быстрее двигаются И ударяют Естественно Сильнее стенки Сосуда И давление увеличивается Ну и от объема Занимаемого газа Чем больше будет Объем Занимаемого газа Тем давление меньше А чем меньше Объем Занимаемого газа Тем давление Будет Больше Вот Мы с вами все вспомнили Вспомнили Что вещество состоит Из молекул Да Которые Двигаются Соударяют Летят Во всех направлениях Вот этим Объясняется давление Газа Пойдемте дальше Итак Основные выводы Мы для себя Сделаем Еще раз Давление газа На стенке сосуда На помещенное На помещенное в газ Тело Вызывается Ударами Молекул Давление газа Зависит от температуры Объема Занимаемой Данной массой Газа И жидкость И газы Передают давление По всем направлениям Одинаково Вот это самое интересное Да Для нас с вами Итак Что получается Прилагая Некоторую силу Заставим Поршень Опуститься И сжать Частицы И сжать Газ Вот Раз Нажали Сверху И сжали Что происходит Вот здесь Вот Под поршнем Плотность Увеличится Ну так Как Молекулы Двигаются Свободно Молекулы Газа Молекулы Жидкости Вот То Вследствие Этого Вследствие Этого Они Распределяются Равномерно И давление Опять Во всем Сосуде Станет Одинаковым Но Больше Чем было Объем Уменьшился Давление Увеличилось Только какое-то Мгновение Будет Под поршнем Больше А потом Везде Равномерно Значит От Направления Силы Давление Не зависит От Давления Как твердого Предмета Будет Только в одном Направлении Нет Оно Происходит Во всех Направлениях То есть На все Стенки Сосуда И на Поршень Давление Будет Больше То есть Добавочное Давление Передается Всем частям Газа Или Жидкости Если это Жидкость Жидкости И газы Передают Давление Мы делаем Вывод с вами По всем Направлениям Однако Вот такой Интересный Эксперимент Если Вот сюда В этот Шарик Наблить Воды Или Поместить Газ Например Дым Чтобы было Видно И опустить Поршень То мы Увидим Что Во всех Из всех Дырочек С Одинаковой Силой Дырочки Должны быть Естественно Желательно Одинакового Диаметра Вот Мы будем Наблюдать Одинаковое Давление Или Одинаковые Струйки Газа Или Дыма Это доказывает Что давление Во все Стороны Одинаково Может быть Такой Эксперимент Вам Учитель На уроке Показывает И отсюда Закон Паскаля Паскаль Это тот Самый Человек Который Занимался Этим Наблюдал Это И Вывел Соответствующее Определение Давление Производимое На жидкость Или газ Передается В любую Точку Без изменений Во всех Направлениях Давайте Вот это Запомним Итак Жидкость Или газ Давят Во все Стороны Одинаково Что вы На дне Что вы Рядышком Где-то Сбоку Не важно Везде Будет давление Одинаково Стакан Вода Будет давить Не только На донышко Но и На боковые Стеночки На этом Мы с вами Закончили Желаем Вам успехов Всего доброго Заходите Будем Разбираться Дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому